Здравствуйте, меня зовут Малика Абдамаликовна и сегодня будем проходить четвертую тему 10 класса из Тавр-Избекистан. Тема называется «Создание системы управления советской властью в Туркестанском регионе и трансформации экономики». По теме называется «Формирование ТСР и Туркестанской коммунистической партии». С 20 апреля по 1 мая 1918 год в Ташкенте проходит 5-й областной съезд рабочих солдат крестьянско-мусульманских депутатов. И 30 апреля создаётся Туркестанская ССР в составе РСФСР. Пётр Кобузёв назначен чрезвычайным командиром по всей Азии по приказу Ленина. На съезде был создан Центральный исполнительный комитет ЦИК. Туркестанская ССР из 36 человек, значит из этих 36 человек всего лишь 9 человек были представителями национального сословия. И создаётся Совет народных комиссаров Туркестанская ССР. Взяв в руки управления ТСР, Центральное правительство начало контролировать внутреннюю политику новой автономии. Вот, пожалуйста, можем обратить внимание на карту Туркестанская ССР, которая позже будет делиться на области. После объединения большевистских организаций провинции необходимо было создать коммунистическую партию. 17-25 июня 1918 года в Ташкенте состоялась региональная конференция большевиков Туркестана, на котором в составе КПРР была организована КПТР. С созданием КПТР экономическая политическая зависимость стала намного сильнее от России, так как местное самоуправление было вынуждено контролировать свои действия, а доклады и выступления были представлены на предводительные утверждения ЦК для их официального утверждения. На презентации мы можем заметить флаг и герб Туркестанской ССР. Следующая по темам. Борьба Центра против национальных коммунистов и Мусульманского бюро. В марте 1919 года на второй конференции КПТР было образовано Краевое Мусульманское бюро, сокращенно Межбюро. В состав Мусульманского бюро были внедрены Турар Аскулов, он был во главе председателя, Хаджаев, Мухеддинов, Ибрагимов и Алиев. Пожалуйста, можно обратить внимание на портреты этих людей. Постепенно к активно руководящей партии на работе республики начали продвигаться лица местной национальности, имеющие большую афердельность среди коренного населения. Например, Абдулла Авлани был представителем этой местной интеллигенции. Уже к январю 1920 года Турар Аскулов, будучи председателем ЦИК Туркестанской республики, стремился защитить свой народ. И, значит, первое, что он продолжил, это пересмотреть Конституцию ТССР. Далее он продолжил создать мусульманскую армию, вывести за пределы Туркестана всех немусульманских частей Красной Армии. Он продолжил ликвидировать Турккомиссию и ликвидировать Туркестанский фонд. И командующий туркестанским флотом Фрунзе получил жесткий отказ, и требования Турара Аскулова не были выполнены. На презентации можно заметить портрет Фрунзе. Голос в Туркестане. Это наша следующая подтема. 20 ноября 2018 года в ТССР создается Центральная комиссия по бообе с голодом. С 2018 года по 1923 год в Ферганской долине умерло миллион жителей, а в Самаркандской долине более 200 тысяч человек. Военный коммунизм и НЭП. Военный коммунизм и новая экономическая полиция. Чем они отличались между собой? Наши характеристики военного коммунизма мы можем перечислить. То, что была предразвертка, то, что было запрещено свободу торговли, вся промышленность была национализирована, была централизация управления экономикой, была трудовая мобилизация и натуральная оплата труда. Взамен военного коммунизма пришел НЭП. Он предлагал продналог, это продовольственный налог, место предразвертки, свободу торговли, динационализация промышленности, мелко-частная собственность аренды концессий были разрешены, хоть и частично, и была выделена тарифная оплата труда, место натуральной оплаты труда. В период 1918-1920 год в Туркестане проводится военная политика, политика военного коммунизма. Предразвертка, это очень знаменитое слово касательно этого периода, это система принудительно заготовок сельхозпродукции, излишки на хлеб и другие продукты. Значит, что было характерно для предразвертки. Заводы и фабрики стали выпускать оборонную продукцию, общества предпринимателей были распущены, национализированы банки, железнодорожный транспорт, типографии, владельцы частной собственности были решены гражданских прав, рыночные отношения были упразднены. Несмотря на такую тяжелую ситуацию, все-таки продолжалась отправка продовольствия в центр, мы это можем наблюдать, например, в 2020 году вывоз хлеба увеличился несколько раз. С периода 1921 года по 1922 год в Россию было отправлено более 4 миллионов пудов зерна. Это еще считает, что туркистанский край не специализировался на производстве зерна. Предналог, это, так сказать, натуральный налог был введен 21 марта 2021 года на 10-м сезе РКП большевиков как замена предразверстки. Это считается, что это было первым актом НЭП, основа которой составляет отказ от военного коммунизма. Далее, жесткая экономическая политика вывела край из традиционного русла, и миллионы жителей городов-кишлаков вынуждены были ввести нищеский образ жизни, их обрекли на немыслимые решения, и по этой причине начало усиливать недовольство политикой советской власти. Далее, проводится земельно-водная реформа. Что это такое? Значит, земельно-водная реформа – это ликвидация частной собственности, которые проводились в Туркестанской и Казахской АСР с периода 1921 по 1924 год. Это первый этап. Цели земельно-водной реформы были ликвидация кулацкого хозяйства, переход к осыдному образу жизни, ликвидация крупных земельных владений, распределение земель между батраками-черикерами, уничтожение пережитков колониализма и переход вакуумных земель к государству. В итоге первого этапа земельно-водной реформы в фонд земельного устройства центра поступило более 1 миллиона 700 тысяч землей, и в итоге сколько было выделено земель местному населению? Местному населению было выделено 600 тысяч землей. На остальные земли строились совхозы и коммуны с низкой производительностью труда. Спасибо за урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова